50 лет, некоторые говорят, что через 100 лет кончается, конечно, нефть, газ, и поэтому надо обязательно до этого. И поэтому надо обязательно до этого быть готовыми, перейти полностью на возобновляемую энергию. И тем более, что я репротивник ядерной энергетики, по-моему, в России делают ошибку, что до сих пор не только имеют очень много ядерных, это пожалуйста, но что строить еще новые ядерные электростанции, это совсем не надо, потому что солнечные элементы, модули, и ветряные, и биоэнергия может полностью заменить, конечно, ядерные, нефть и так далее. Надо только, и тем более, конечно, надо заниматься накопителями, как следует, накопителями энергии, потому что солнце и ветер не всегда, не 24 часа вы имеете, но это все решим. Надо только такое, как раньше говорили, Manhattan Project или Apollo Project, кому больше нравится, американский этот проект, это тоже проект. Вот если весь мир делает действительно совместный проект, тогда можно это решить очень просто, но, к сожалению, сейчас только Китай, Западная Европа, Америка, Россия начинает сейчас этим, слава богу. Я несколько раз в этом году уже был в Казахстане, они поднимают водопроводную энергию, они уже видите здесь, я не случайно имею значок, экспорт 2017 в Астане. Эта экспорт будет в 2017 году, значит, через 5 лет будет это в Астане, еще не совсем решено, будет нас встречаться в ноябре, через 2-3 недели. И лозунг этого экспо, это энергия будущего, энергия будущего, энергия будущего, энергия будущего, это фотовольтайка и так далее, все эти энергии. И надо заниматься этим. И здесь, на инновационном форуме, слава богу, некоторые секции, вопросы святыми именно этим. И я уверен, что через год, два-три, и в России, и в странах бывшего Советского Союза будет тоже огромный подъем работы по водопроводным энергиям и по накопителям. По накопителям есть в России очень большой владельцы. Есть фирмы, которые делают терамические конденсаторы, например, в Лубне. Один мой друг занимается этим. И я уверен, что надо просто действительно законодательство делать. Такое. Да. Повеление. Вот существует уже второй год российская секция Евросолара. Это некоммерческая организация. Германия началась со секциями почти во всех европейских странах. Евросолар называется. И президент российской секции лагает Нобелевские премии Жуэст Иванюч Альферов. И мы недавно, вот месяц тому назад, мы умели здесь в Москве, при мере Москвы, имели заседание о том, как развивать солнечную энергетику в городе Москве. Электромашины, направочные станции, я имею в виду розетки вместо бензина и дизеля. И там были все представлены, все департаменты города Москвы. И есть основания считать, что Москва дает пример и для других местах России. Понимаете, не случайно существует такая поговорка «Стат из Саулуса Паулус» по-немецки говорят. Значит, менять на 180 градусов мнение. Это я несколько раз в жизни, между прочим. В 50-х годах, когда открылась первая электростанция «Атомная» в Обнинске, в 54-м году, первая электростанция «Атомная» в мире. Я, конечно, хотел обязательно заниматься ядерной энергетикой. И думаю, это решение всего вопроса. Сейчас давно заметили, что мы, физики, не учли, что это, во-первых, взрывчатка, что очень опасно. Мы не думали, что будет когда-нибудь Чарнобел или Фукусима. И, как вы знаете, наверное, это не последний будет, если мы не обращаем его на нем. И, конечно, мы не знаем, куда с отходом мы. Это наша ошибка была. Я перешел как раз от... Посторонника, противника. Посторонника, противника. И я почти уверен, что правительство всего мира очень скоро меняет свой точку зрения, если они не уже меняли точку зрения. И в этом не вреда. Это можно не стесняться. И поэтому, например, в Германии большие монополии электроконцерны, они уже заметили, что они отстали. Думали, что нефть и газ это решение. Потому что, конечно, это их огромная прибыль. Но замечают, что все-таки через 50 лет, потому что люди обычно считают так, что через 5 лет, после нашего потопа. Это, конечно, человечество, это понятно. Но все-таки, по-моему, вот этот форум здесь доказывает эти дни в Москве, что уже узнали, заметили, что так нельзя дальше продолжать. И я уверен, что это будет решено. Иначе я не был бы здесь. Продолжение следует...